Так, ну шо, начинаем тестировать обувь. Все же хотели обувь протестировать. Вот тот холмик вдалеке. Сейчас следующая цель наша. Ведет нас комутик. Никак вдоль трассы не пройдешь. Идем только окольными путями всякими. Да, если просто идешь, идешь. Если хайкин не удался, мало нагрузки можешь тут добавить. Так, ну я уже даже лысинка спотнула. Вот так вот мы устали. Так, шо у нас сегодня выпить, Лена? Что у тебя? Этиловый спирт. Нормально, ну ты как медик, тебе не прыгает. А Аньки? Анализы еще. Девочки. Зачем было так наедаться? Так, ну что же, друзья, всем привет. Это Джостики. И мы открываем сезон хайкинга. Вот наша... Точка отправления. Точка отправления, да. Аня, Лена и Арину наконец-таки вытащили ее. Первый такой. 25 километров идем к белому замку. Так что, а потом расскажу, куда именно. Но далековато. 750 набора или 760 набора высоты. Ну, такие холмики. Ну, тем не менее. Погнали. Так, ну идем мы еще по городу. Уже скоро будем выходить. Какой показать тут протекает вот такой вот канальчик небольшой. Ну, и район города нашего Ноллинген называется. Тут в основном частный, ну, не основной, а такой частные домики. Старые, новые, разные девчонки. Сегодня мы налегке. Маленькие рюкзачки ретро. Старый дом. Видите, часть дома отлепили. По всей видимости, было продолжение. Отлепили. Там небольшую пристойку. Церквушка. Мы сюда приезжали стул забирать. Белый тут точно. Ноллинген. Вот тут канальчик. Так, ну что, начинаем тестировать обувь. Все же хотели обувь протестировать. Кто? С Ваня вон хотела свою нашу. Смотри, уже тут. Какая красота. Ты в Альпах не ходила 25 километров? Конечно, мы обувь протестировала. Идем. Вот идет тропа. Вот такой вот тут завал дерева произошел когда-то. Небольшой такой подъемчик. Вот уже. Мы в лесу. Первый легкий подъемчик преодолели. По чагирям. Всех испугала сначала дорога, потом норм. Идут мои оппоненты. Вышли вот так вот. На распутье. Сейчас будем смотреть, куда дальше. Так, что тут у нас? Базель 17 с половиной. Грандфель на Гренцах. Так, ну нам туда. Показывают. Красный маршрутик. Гуд шольц век. Ну идемте. Не ну идемте, а потом по маршруту. Ну идемте. Ну что же, маршрут уходит в лес. Девочки надеялись, что мы пойдем потом по верхней дороге. Но. Но заснемся бы. Но. Да. Поэтому. Поэтому. Я бы, конечно. Ну вот такой вот он. Весенний хайкинг спустились. Мы. Чуть-чуть ниже. Уже тут более-менее нормально. Опять мы на распутье. Девчонки, ну там. Я вот думаю, не знаю, а детьми гамаши у меня есть. Как там дальше будет по болоту. Пока терпим, но я по секрету скажу, взял гамаши. Только у меня здесь есть гамаши. Опа, все, пришли. Так. Ну мы идем вроде как по маршруту, но чуть-чуть другой дорожкой. Пользуемся мы комутом всем известным. Вот видите, наша красная точечка. Чуть-чуть мы сбились. Идем. Но там наверху просто жесть. Тут нормальная тропинка. Вот. Что-то она там на немецком была как. Но я думаю, что куда-то мы придем. По-любому. Какие шикарные скалы тут по пути. И вот мы должны были там по верху идти. Почему-то. Ну там было бы экстремальненько. Ох, как тут прикольно. Да? Такое какое-то 3D. Вот тот холмик вдалеке. Сейчас следующая цель наша. Мы чуть-чуть спускаемся в город. Подойдем к подножию и пойдем туда. И там у нас будет привал с перекусом. Здесь стекает водичка. Ручеек. Девчонки уже подорвали. Ведет нас комутик. Никак вдоль трассы не пройдешь. В нем только окольными путями всякими. Прикольно. Тут уже подснежники растут. Сейчас покажу. Пчелки. Вот подснежники. Кстати, в Германии запрещено рвать подснежники. В Германии запрещено, да, срывать подснежники? Ну, в Украине точно нельзя. И вот такой вот скромный вид открывается. Вот там вот наш город. Да? Или там наш? А, вот там наш город. Там завод. Завод вон. Видно швейцарский. А вон те многоэтажки. Ага. Да, если просто идешь, идешь. Если хайкин не удался, мало гонгрузки, можешь тут добавить. Малеха. Ленчик, добавишь, может? Нет. Ну, пошли-то. А это еще вот можно утяжелить себя. Малеха. Вот уже поближе этот холмик. А так ближе подходишь. Не такой он уж высокий. Всего лишь, если я не ошибаюсь, 522 метра. Поэтому я думаю, что мы в течение 30 минут, 40 должны на него подняться. Посмотрим, какая там будет дорожка. По идее, все должно быть хорошо. Так, ну мы уже подошли близко. Тут он вообще невысокий, кажется, этот холмик. А вот там вот далеке, на деревьях, гнезда. А гнезда – это орлиные. И там ночи. Да, он много. Видишь, сколько их там сидит? И вон они там кружат. Дорога называется Адлер-Вэк. Адлер-Вэк. Видишь, орлиный путь. В общем, не попадаем мы туда. Дорога ведет нас. С этой стороны будем обходить, с другой – с правой. Но тут по пути очень прикольный водопадик. Вот тут украинский флаг. О, какая интересная история. Дочень. Девочки. Прикольно, да? Такие тут искусственно сделанная такая зона водопадов. Интересно. Класс. Сейчас по тому мостику перейдем. Супер. Перед самым подъемом на этот холмик вот уже начинается подъем. Течет ручеек и тут такой геретик с щеточкой, чтобы спуститься, почистить обувь и нормальным человеком спуститься в город. Ну что, погнали? Вот указатель показывает. 40 минут. Так, аккуратно. Мостик такой. Там может быть скользко, да. Судя по тропинке, довольно-таки часто по этому маршруту ходят. даже не смотря на то, что сейчас середина февраля. Ну, тут у нас зима, весна, осень. Три в одном. Так. Ну, я уже даже лысинка споткнула. Ух! 410 метров набрали высоту. Вот такое. Тропинки. Сейчас поворачиваем налево. По широкой дороге плавный будет подъем. Дальше. Девчонки финишировали первыми. Поворот в никуда. Тут так прикольно. Дерега, видите, чуть-чуть колышет и они скрипят. Вот так вот мы устали. Нифига, мы не устали. У нас сил еще. Все, идем дальше. Так, ну, нам осталось совсем чуть-чуть до привала. Я думаю, минут 15 максимум. Мы уже прошли больше, чем половина подъема. Может, уже практически хочется смотреть. Ну, дочь если танцует, знаю, все хорошо. Всего в пути 2 часа 16 минут прошли 6 или 7 километров. Может, больше не знаю, на привале все посмотрю, скажу. Давайте, увидимся. Вот, друзья, мы преодолели первый подъемчик 522 метра. Вот там вдалеке виднеется вышечка. Там мы сейчас и устроим первый привальчик-перекусик. Ну, а вы пока ставьте лайки, подписывайтесь. И дочь вам еще раз танцует. Да, зайка? Ну, сначала ей надо покушать. Так, решили сперва сперва перекусить, решили, потом подниматься. Вот у нас тут легкая поляночка, там пиццки, фрукты, овощи, сладенькое, чайок. Рюкзак упал. Причем это твой, прикиньте. Мой рюкзак, прикиньте. Кто больше всех хотела кушать? Он в каком виде продается? Девчонки. Он продается в этих пленях, в каком-то реке. Как он называется? Фирма вот эта, желтая. Так, перекусили и поднимаемся на эту вышечку, уже отметиться, посмотреть в бинокль, будет ли отсюда виден наш дом. Конкретно, Арина на комнату нас интересует. Ну вот, на первом ярусе вот такой вот вид открывается. Шикарный, шикарный долины Шварцвальда, Швейцарского. Там Швейцария на той стороне. Мы сейчас находимся в Германии. Она невысокая, сколько я сказал, 9,5, кажется, метров. Ой, тут есть лавочка даже. О, ну классно. Красиво, да, дочь? Что, будем смотреть? Я не верю. Ты не веришь, что мы увидим наш... О, нет. Нет, я не верю. Видишь, где-то наше... Мое окно. Ну, сейчас не вижу. Я прям... Вон, рентильный швейцарь. Я вот себя вижу в камеру, хорошо. Смотри наверху. Ага. Менхеден дольсен. Вот тут вадзекинге. Написано. Что, где? Где швейцарь? Вот тут мы находимся. Живем, точнее, да? И находимся. Блин, прикольный вид, а что Аня говорит, не прикольно. Так, ну что, уже выходит солнышко. Выдвигаемся далее. Хорошо. Поели плотненько. Немножко утеплились. Так, за ребенком, смотрите. Чуть утеплились, высохли, чуть-чуть спины были мокрые уже. Интенсивный подъем наверх. Ну, теперь будем так. Чисто прогулка по лесу. Там посмотрим. Ну что, хорошо по равнине идется, да? По лесу. После такого обедика. На расслабончике, да. Ну, тут у нас особо невысокие места. Километров 70 проехать, так там уже Альпы. Вот так вот, обратите внимание, сзади меня, видите, такие столбики. Это молодые деревья. Срубили лес, высадили сразу молодые деревья. Вот. Вот тут в Германии. Я не помню, вам рассказывал или нет. Вот. Видите, сейчас видно. Сзади меня такой для охотников. Садишься с ружьем и ожидаешь. В Германии любят поохотиться на оленину. Не знаю, как сейчас, но раньше так было. Но это такой седлуха. А есть еще именно такие вышки деревянные. Туда залазишь с крышей и ждешь добычу. Слушайте, ну прям весна-весна. Прям весна-весна сегодня. Пришли, он там, зелененькое поле, а вот это вот дети выходят, школьники или с детсадика в лес, и они тут тусуются. Это типа пенечки, они на них сидят. Скамеечки такие-то-то, как бы, типа шалашик такой сделан. А тут поле уже с зеленой травкой. Красота. Хочу вам сказать, не всегда в комуте правильно маршруты. Ну, точнее, может, по весне просто не видно тропок. Либо там уже просто засадили вот это поле. Потому что нам показывало там как-то вдоль поля. Поэтому мы сейчас пошли чуть-чуть другим маршрутом. Нас перестроило. Ну, тоже неплохо вот такой вот тут лесок, как мы любим. Красота. Как мы любим ходить за грибами. Кстати, вот сюда надо будет прийти за грибами. Тут нету этих зарослей и, возможно, тут будут грибы. Посмотрим все еще. Вышли мы из лесу, а вот сзади меня этот детский сад, чья детская площадка была в лесу. Девочки по болоту не ушли, говорю, засохшие, идут там между бревен. вот это. Вот они. Дуси по бревнам, по бревнам. Если нас не будет, то, знаете, нас съел медведь. На самом-то деле эта часть от вышки оказалась не такой уж сложной. Но следующие скамеечки с привалом запланированным и обедом осталось один, полтора где-то километра. Поэтому идем мы вот по такой. Дороги, поля, поля, равнина, долина, в общем. Пришла. Хорошо. Мы полпути уже пошли. Потом на спуске будет у нас там через лес. Мы же-то поднялись, потому что надо спуститься. Самое интересное еще впереди. Но ветерок дует. По всех кутались чуть-чуть. Поэтому нам всем комфортно. Так, девочки, девочки, это еще не та скамейка. Что вы тут размасоливаете? Сними, пожалуйста, этот... Сними штаны, Денчик. Что у нас сегодня выпить, Лена? Что у тебя? Этиловый. Этиловый спирт. Нормально. Ну, ты как медик тебе не прыгает. А Аньки? Анализы что? А, это у тебя масло от фисеттих. Оливок просто. Оливковое масло. Нормально, нормально. Редбульчик. Не, ну, тут, конечно, все. До привала чуть-чуть осталось. Вот такая вот полянка. Хочу вам показать. Нет. Такая вот поляна. И вот здесь табличка. Модель Бау Клюб Инзельген. Это они запускают модели этих самых. Модели, да, модели самолетиков здесь площадка и летают. Взлетные. Это у них, видимо, что там за таблички? Ну, надо посмотреть, что это за таблички. Лена говорит, что это за вот эти вот. Я думаю, что это отмечены просто границы какие-то. Хотя, это может быть взлетные как бы какие-то штуки. Непонятно. Кто знает, напишите в комментариях, для чего это. Вот они натыканы везде здесь. Не знаю, что это. Позируют, позируют. Так что, что вы думаете, что это за штуки? Может, это площадки для больших шмелей? Я не знаю, что это за штуки. Они просто как площадка и все. Может, как втыкнутые палки? Да, да, ну, там площадочка сверху для чего-то. Ну, непонятно. Арина, let's go. А вот наша наша поляна сейчас будет тут накрываться. Ну, что вы, ну. Сейчас, сейчас, по красоте все девочки сделают. А вот с этой стороны Инзельген, куда мы, собственно, держим путь. К белому замку Вайс. Как замок будет на немецком? Вайсбойген, да. А вот там, вдалеке, если видно, там базы, как на ладони. Так что так. Посмотрим. Давайте организовывать поляну на привале по-человечески поесть. Вот чудесно, чудесно. Хороший стол. На месте. Привал наших повар будет готовить нам мивину. Такую будет нам жарить сосисочки. Сковородку мощную покажи. Мощную сковородку. Сковородку вообще. Мощь. Целого кабанчика. Смотри, на одно яичко. Это мощь. На какое? Правое? Вера? Байдов. Так, есть еще немаловажная штука. А, да, ты, Арине, видишь, ты положил, вспомнил. Это кетчуп, ложки, вилки. Ложки, вилки. Тут у нас есть кусочек. Секретный ингредиент. Что, мы будем колбаски-то жарить, сейчас кто-то их нарежет. Давай. Кто-то перестанет снимать и будет резать. У нас тут есть что-то с Макдональдса. Как вы думаете, что это? Думаете, пятка? Нифига. Не, Аня, не. Это сало. Так что на нем будет жариться. Мы жарились. Ну, начнем. Ну, понеслась. Наш мини-примус всегда с нами. Расстоял всю зиму. Чуть газа есть. Лена сказала, что хватит. Не пожарить сосиски. Да. Ну, мы Лене доверяем отчасти. Пока. Пока что. Ну, поэтому все люди заняты. Все заняты делом. Вот зачем? Вот все, уже не хватит. Вот все. Я забыл, что. Очень важный момент. Всегда, когда оставляете примус, ну, горелку на время, чтобы резинка не пересохла, она чуть-чуть приоткрывает. Чтобы не зажато было. лайфхаки. Лайфхаки, да. Потому что потом долго если лежит, резинка пересыхает и все. А почва зимой в лесу рыхлая или нет? Как замечательно. Все ровно тут стоит. Это правда. Водиться всегда. Главное, не забывать ручки. Я уже откину. Молодец. Все нормально. Все нормально. Наливаем 800 миллилитриков. Сюда приставим. Мне кажется, она не ровно стоит. Она четко стоит, не ровно. А так ровнее. и брови с ресницами. Горит? Да. Горит. Ну все, ждем. Теперь надо ждать. Колбаски мы будем жарить. Сало вы уже увидели. Ножечек приобретенный за 50 центов. Ого, так тепленько от горелочки. Не перевернина. Не перевернина? может не хватить. Не перевернина. Это краковская? Гридли. Дуалановская. Дуланов. Ножечек шикарный. Мне подарили на день рождения точилку. Я как его поднаточил. Песня, да? Тебе еще подарили меч. Ну меч не возьмешь с собой. Меч да. Потому что каменный каменный все чики-пики ждем пока закипит водичка. Наготове все наготове все наготове уже хочется что водичка закипела Ленка уже запарила мы поставили сковородку нагреваться такая вот история сейчас будем колбаску поджаривать шкварчит держи эту сковородку просто нереальных размеров куда мы можем переложить шкварочки любитель щас аккуратненько чпоньк теперь колбасочку ой это же чистое здоровье да да именно здоровье на природ или ястреба вот такие транспорты тут ездят всем приятного аппетита так ну что выдвинулись дальше животы полные за собой все поубирали вон анька несет целый сейчас покажу подожди Анька показываю кулек мусора теперь мусорку надо да найти идем спускаемся в город я думаю что там будет так ну мы уже спустились в Виндельген в город это как такой поселок идем уже к замку замок не Вайс и Бойгин это не замок Шлосс это замок вот поэтому поэтому замок называется Власер Шлосс потому что он находится на воде и это единственный в своем роде замок который дом но это не замок это как дом больше который сохранился в первоначальном своем виде так что скоро мы его увидим вот этот замок могу кстати немножечко о нем рассказать по идее это один из точнее это единственный замок на воде не замок а дом Вассер Хаус который построен на воде и сохранил свое первоначальное вообще вид свой первоначальный ориентировочно 1534 году он был построен вот и одним джентльменом из Базеля есть целая история в этом замке кому интересно можете зайти в интернет и прочитать Вассер Хаус Индзельген сейчас мы его вокруг обойдем он достаточно такой интересный это м он 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 в он 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Фиолетовый какой-то... Отражатель солнца какой-то... Непонятно... Немца как что-то придумают... Вот очередная век... О, тут таблички какие-то... Это для девчонок... А, это солнце, да, планеты... Ну, прикольно... А, вон, смотри, какой пенек раскрасил... Венера... Класс, такой ручеек... Прикольно... Вот такой вот этот маленький городок... Инзельгин... Городок, поселочек... Замок... Красотища... Девочки... Зачем было так наедаться... Зачем было так одеваться... Раздевайтесь... Они надеялись пойти туда... По асфальту... Но нет... Мы идем дальше... Еще тут у нас... Лагешвинделькайт какой-то... 20 минут... Гейбрахмин хабань... Чуть-чуть... Короче, сюда наверх погнали... По лесу... А тут нормальная дорога... Колбаска была вкусная... Но они все равно вперед подорвали... Тут не сильно... Просто по лесу ходим... Чуть-чуть поднялись... Чуть-чуть спустились... Мы шли и шли и шли... Долго шли и пришли... Вот она вышка... Уже близко... Свискомовская... Такая большая... Не знаю... Передается... Но она реально... Сейчас... Переверну... Необычная... Там вот... Еще как... Такое помещение с зеркалами... Ой, со стеклами... Как будто там... Должны сидеть люди... Что так... И тут ветер... Сейчас надо ребенку одеть... Мне кажется куртку... Да, ребенок? А? А? Девочки... Вот так вот выглядит вышка 5G... Смотрите аккуратно... Инопланетяне могут забрать... А где 5G? Здрасьте... Только вышка? Нет, есть... У тебя просто телефон... Десятый айфон... Ой, смотри какая там личка... Все понятно... А тут... Половина... Германии... Половина Швейцарии... Принадлежит... На двоих сообразили... Ребята... Она конечно... Монументальная... А не я нашла... Крокусы... Красивые... Так... Ну добрались мы до вышки... Вот она сзади меня... Как бы показать... Какая она огромная... Она просто... Громадная... Вот какие на фоне нее... Людишки... Маленькие... Он велосипедист едет... Вообще... Телемели... Бомчик... Вот туда она уходит... В небо... В небо... Высоко... Масштабы... А вон там посередине... Возле двери... Это подожжие вышки... Чтоб вы понимали... И погнали вверх... У-у-у... Ушла ракета... Так... Тут такой вот рупор... Сейчас доча будет говорить... Давай... Голову поглубже туда... Прям... Громче... Только громко... Давай джойстики крикни... Ну давай... Ну все свои... Давай громко... Вон... 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 Так... Ушли мы от вышечки... Сейчас движемся вот туда... Вон... Это... Какая-то церковь... Интересно... А вот там вот ребята... Посмотрите... Видно... Заснеженные шапки... Альпийских гор... Я приближу... Вот там далеко... Красота... Супер... Так... Очередная точечка... Потом скину описание... Ссылочку на эти локации... Немножечко... О них расскажу... Такой... Старинный... Двер... Тут вид открывается... Конечно... Шикарнейший... Альпийский хребет... Полностью... Обалдеть... Тут скамеечки... Можно присесть... Да? Класс! Ага... Супер! Так... Друзья... Неожиданно... Так открылась... Перед нами... Панорама... На... Швейцарские Альпы... Вот... Ну и как бы... До... Наступления темноты... Осталось... Полтора часа... А нам спускаться... Два часа... Ну... Идти до... Скажем так... До поездом... Обратно мы пойдем на поезде... Одну остановку в итоге... Ну как бы... Там до дома... По... По итогу нам надо... Ну... Спустимся... Я думаю... Что мы за часа полтора... Успеем до наступления темноты... Ну... Если что... У нас есть фонарик... Поэтому я не сильно очкую... Ну... Тем более... Какая тут высота... 500 метров... Всего лишь... Поэтому... Погнали... Заходим... На тропу... Так... Ну мы блокаем... Вокруг этой... Вышки... Наконец-то мы нашли... Вандервек... 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 Ведет нас вниз... Вот такой вот... Вандервек... Сделана специально... Для таких... Походенек... Присыпанная... Все... Интересное... С мостиками... С какими-то переходиками... Сейчас посмотрим... Так... Ну в общем... Ситуация такова... Что... Тут тропинку... Мы так и не нашли... Вышли... На какую-то дорогу... Идем по указателям... Чуть-чуть дольше... Чуть-чуть дольше... Но... Я думаю... Что мы дойдем... Темнеет через... Часик... Около часа... Показывает... Вроде идти два часа... Что-то гремит... Что... Сейчас... Перестаем... Снимать видео... Будем целенаправленно... Шуровать... Ну вот видите... Как обычный маршрут... Превращается в экстремальный... Гуляли себе... Такие... Ля-ля-ля... Покушали... Не торопясь... А потом... Опа... Опу... Петушок клюет... И погнали... Ну девочкам весело... Вроде смеются там еще... Пока... Так... Ну... Как сюда... Все идет не по плану... Последний... Маршрутик... Который мне был интересен... Слетел... Ну ничего... Я его как-нибудь пройду потом... Отдельно... В другую сторону... Летом... Отсюда... Приеду сюда... На поезде... И отсюда стартану... До той вышки... И так далее... Выходим мы уже в поселок Вайлин... Вилен... Вилен... Правильно... Вилен... Там сейчас сядем на поезд... Проявим одну остановку... Ну и грубо говоря... Мы будем дома... Так что... Ставьте лайки... Вот... Да... Продает... Сколько денег? Класс... Ну старый... Раз... Раз... Два... Три... Попа... Говори... Ну говори... Ну говори... Значит... Устали... За... Алисе... Ну а вообще... Очень понравилось... Ну нам как всегда... Нам лишь бы дома не сидеть... Открыли сезон... Я их как всегда... Развел... Что мы пройдем пять километров и домой... А прошли 25... Поэтому отлично... Ну мы и не заметили... Что за дело... Если видно... Башни высокие... Это базарь... Да... Мы на трамвайных путях... Через десять минут поезд... Сейчас успешно прием домой... Три минуты... Примем напущенную ванну... Расслабимся... Выпьем красного вина... Да... А я... Чая... Рина... Молока... И будем дальше жить... Эту жизнь скучно... Поэтому ребята... С открытием сезона... Всем добра... Это джойстики... Ставьте лайки... Подписывайтесь... Обняли... Подписывайтесь... Подписывайтесь...